привет друзья вот что такое сдвинутая фаза сдвинутая фаза сдвиг по фазе значит застрял доминанте застрял в доминанте доминанта по ухтамскому вспомним пожалуйста парадоксальную фазу по павлов веденский и прочие титаны значит сдвиг по фазе когда фазовое состояние это когда особенно парадоксальная фаза когда слабый раздражитель вызывает сильную реакцию ну например условно да вот слова вызывают глубокие интенсивные изменения в организме гипнозе тоже сдвиг по фазе а вот человек испытал криз человек испытал страх в этот момент это же транс а транс это по моей модели мозга одна доминанта и вот момент когда затруднено переключение внутри мозговых систем когда вдруг заблокировалась вот этот переход из одного состояния странства в состояние в обычное состояние или из обычного состояния сон или сна в бодрствование вот от этой доминанты застопорилась зациклилась как палка в колесе вот тогда и возникают эти фабичные состояния когда вот любую раздражитель там по площади идешь там или шум машины вдруг опять вызывают эту панику воспроизводит что доминанта это же транс и вот каждый раз повторяется каждый раз ждешь это непонятно откуда это взялось потому что крис допустим перейс не знал в этот момент что у него давление подскочило но там разные причины бывают откуда причины фабических атак но главное что это сдвиг по фазе и вот теперь надо все поставить на свое место и для этого нужно нейтральное состояние освободиться сделать переход из этого застрявшим зацикленного зависшего состояния которое и снова мыть и днем и более во сне продолжается напряжение держит напряжение надо вот освободиться для этого и нужно нейтральное состояние свободное состояние этого перехода как в автомобильной коробки передач вот когда вы переключаете эти скорости из нейтральное состояние то же самое мозг это в книге у меня вот этот ключ от комнаты страха то это еще по заголовке научись стресс использовать для твоих задач научись пользоваться стресс не проще снимать стресс научись его использовать в лучших целях своих вот вопрос заключается в том чтобы научиться вызывать это свободное нейтральное состояние мы делаем на разгрузках я этот ролик сейчас специально записал потому что мне опять звонят у меня психосоматика как мне помочь себе вот у вас там хорошие ролики на не знаю куда посмотреть вот недавно мы проводили найдите пожалуйста несколько дней назад там слова бесплатный лик без ликвидация безгромотности и там слова паника и страхи посмотрите там три часа подряд я это объясняю вот вы это поделайте то что там я рассказываю это что там разные участники делают эти упражнения разные а сейчас я вам скажу два новых приема значит один прием это для для обычных людей не у которых здесь попасть которые хотят просто транс получить для каких-то целей ну например хотят выйти из стресса получить такое благодействие такое вот состояние безмятежности пожалуйста да это мне участники подсказали участники нашей школы человек больше хома футурс пожалуйста да значит первый прием это вы пишите значит музыку которую вы в голове у себя запустите туда и пишите вот и и пишите и и до пишите вот вы слышите музыку и пишите ее ну как бы звукопись этой музыки делайте делайте потом переходите на ее дирижирование на ее дирижирование вот вы как бы слышите музыку и дирижируйте до без всякой реальной музыки туда одну две минуты так поделайте пожалуйста потом сядьте сделать взгляд рассеянный задумайтесь и переживаете думаете о чем хотите не старайтесь ослабиться она сама расслабиться и не надо смотреть в одну точку вы просто пустите мысль на самотек взгляд рассеянный но неподвижный и бегать глазами по предметам так а вот так рассеянный и на этом фоне взгляд рассеянного взгляда мысль на самотек и вы посмотрите что получится это первый прием а второй прием рисуйте без красок как будто у вас кисточка в руках и как будто холст перед вами и вы рисуете прямо в воздухе рисуйте вы даже можете даже в постели рисовать поделайте поделать а потом сделайте взгляд рассеянный и полежит ему опять кто-то звонит наверное там проблемы опять всего доброго